Вот мы стоим на Ташкентской, ближе к промышленной, или Мирзаяна. Отсюда такой вид, центральные в Ташкентской были ворота. И сейчас уже не существует. Здесь вот такая вот обстановка. Сейчас сама Мирзаяна промышленная. Вот, весь базар. Был теперь, тут вот автобокзал. Такая картина движения здесь мощные. На перекрестке промышленная, или Мирзаяна, бывшая промышленная, сейчас я не знаю, тоже может быть переименовали. И вот коммунистическая, как раз вот напротив известного всем магазина «Чайка». У нас называется так же он «Чайка», как вы видите. Вот. И там так же торговые ряды там есть. Отделы разные. По аренду, видать, сдают. И вот этот вот перекресток, вот так выглядит. Здесь все огорожено. Тут тоже предполагается к закрытию в будущем. Это все тоже предполагается. Пока еще здесь все вместе стоит. Когда будет только строительство там запланированное по плану, то это тоже все уйдет. Это вот коммунистическая улица, куда ближе к площади. Вот такая картина. Это недалеко от перекрестка промышленная коммунистическая стою. Там за деревьями видно «Чайка» магазин. Я такой короткий обзор тоже сделаю. Никаких, кто тут, может быть, жил рядом. Эти вот ивушки многолетние стоят. Верхушки, правда, уже повысыхали. Но все стоят, держатся. Здесь вот бассейн. Фонтан, можно сказать, точнее. Воду запускают почему-то. Раньше воду запускали, чтобы дети купались. Сейчас боятся, что заболеют чем-нибудь. Мы их покупались, помню. А других фонтанов в городе никогда не болели. Сейчас переживают. Вот такая вот здесь красота. Эта аллея. Тоже недалеко отошел от предыдущего видеобзора. Я вот здесь прям стою непосредственно на канале. Речка. Тоже кто-то помнит. Тут вот мост. Под ивушками. Многолетние тут. Около ста лет. Но возле воды вот она сохранилась. А здесь вот речка. Приятный, конечно, здесь уголок. Такой прохладный сейчас жара. Тем более. Вот я стою еще у одной речки. Ближе к эскамбинату. От той, где я уже делал обзор. Здесь видно, что воды немного поменьше. Немного, а вообще мало. Но это и сказывается. Вот видите, здесь вербушки уже подсыхают. Ну, вообще-то они уже и от старости, наверное, погибают. Настолько от воды. Ивушки, не вербушки, ивушки. Вот. Такая вот аллея фонтанов здесь. Аллея фонтанов – это как бы общий такой комплекс. Монумент, у которого мы сейчас с вами подойдем. Монумент героев. Погибших за свободу, за независимость, за мир. Это вот такое здесь сделали обновление самих фонтанов. Это все именно вот к этому. Я повторяю, мы сейчас подойдем туда. Вот мы стоим у вечного огня. Помните, вечный огонь? Площадь возле кашкомбината. Вот он теперь такого вида. Я с тыльной стороны сейчас снимаю. Вот его реконструировали, полностью изменили. Стоит он как раз вот здесь, возле, напротив, бывшего Дом культуры. Это замороженное было строительство на многие-многие десятилетия. А сейчас его восстановили. И вот так он теперь выглядит. Теперь он является торговым комплексом. Был культурным, запланирован. Теперь стал торговым. Вот такая вот здесь вот обстановка. Площадь возле кашкомбината. Вот там за деревьями кашкомбинат. Там и ворота кашкомбината, входные. Мне когда здесь было очень людное, с автобусом и транспортом, место, где здесь сотрудники этого кашкомбината приезжали на смену, чтобы потрудиться в этом славном предприятии. В то время оно было славным предприятием. А вот Порш видно. Кстати, в советское время, когда я был пионером, мы здесь стояли в карауле почета. И вот в этом доме, который вот здесь, а на первом этаже была караулька. Мы там выжидали, чтобы потом час постоять. По очереди, по двое. И мальчики, и девочки мы стояли. Галстуков наряженные. И стояли на черном карауле. В прежнем этом виде этого памятника монумента героям. Это вот тыльная сторона. Вот я делаю панораму этого монумента Победы, Вечный Огонь. Со стороны улицы Коммунистической. Вот так вот выглядит. Вот так вот выглядит панорама. Я без комментариев. Я довольна комментариях, наверное, сделал в тех видеоонорам. А это вот передний его. Вид такой спереди. 41-45. 60-летию Победы его установили на месте прежнего Вечного Огня. Теперь у нас есть новый Вечный Огонь. Памятники поменялись. Вечный Огонь остался. Вот влаги тут. Будет остановка. сама это аллея фонтанов напитки сегодня у нас жарко там жилой дом кто-то может быть жил в этом доме ну как-то вот так дорогие земляки вот я стою на площади возле кочкомбината улица Мира коммунистическая и вот видим мы с вами ТЭС-4 трубы здесь реконструировано с той стороны где я стою а эти здания так и остались в кочкомбинате даже вон знак качества остался вот проходные ворота проходная кочкомбината за этими деревьями непосредственно само здание корпус вот там в деревьях была остановка там много было автобусов люди приезжали чтобы отработать смену на этом известном предприятии я уже повторяюсь в других видео обзорах я говорил ну вот это вот бывший дом культуры замороженное строительство которое оно несколько десятилетий было теперь его восстановили теперь торговый комплекс для сна ну и здесь вот вечный огонь мы с вами там ближе уже были рассмотрели тоже обновили его приурочили к 70-летию победы каструировали полностью прежнего уже нет не существует вот такая картина тут вот мы стоим у известного гастронома когтем не далеко от кошкомбината дом 5-этажка кирпичная на первом этаже некогда известный был гастроном когтем сейчас он вот заброшенный надо что-то осталось с того времени но тот кто живет местные они сказали что продать его никак не могут этот вон видите написано продается а тот который купил он не мог его содержать поэтому он такой вот заброшенный в частных руках и и и и и и